Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы не можете никак завершить отношения. У вас много претензий к мужчине, много обид к нему, много невыразенных эмоций вообще у вас. То есть это не только к нему, да, не только к мужчине, к маму, а именно у вас самой много таких эмоций, много таких переживаний, вот, и, соответственно, все это вас держит. Ну, вполне возможно, что есть синдром незавершенного действия, то есть вы, вероятно, пытаетесь показать ему, пытаетесь показывать ему, точнее, что вы уже не маленькая, что вы уже достойный, что вы уже взрослая и так далее. То есть это вот такие незавершенные отношения, которые вам нужно завершить. Вот. Соответственно, обидно мужчину нужно отпустить, перестать самостоятельно эмоционально вовлекаться в то, что происходит между вами. И я думаю, что перестать его в некоторой степени идеализировать. Также вам необходимо быть одной. То есть то, что вы другими мужчинами, это неуважение к нему, неуважение к себе по большому счету и так далее. То есть вот это вы делаете не обратно. То, что вы не загоните в отношении с одним, а вы наступаете в отношении с другим. Потому что тот мужчина, который является вашим главным сейчас на данный момент, он всегда будет выигрывать на фоне любого другого. Потому что в сравнении всегда победит тот, кто недоступен. И это также нужно понимать вам. Это также нужно четко для себя выявить этот аспект. И соответственно быть одной и завершить отношения наконец с этим мужчиной. Итак, детская любовь. В детстве как и сейчас все начали понимать, что даже в 12 я была умна для своего возраста. Как и по всей день. А что все? Когда матери рассказала, никто внимания не обратил. То есть вы рассказали матери, а внимание обратил, что у него был кто-то еще. То есть имеет место быть невыраженной эмоцией. Прошло 5 лет, мне 17 и есть парень. Но люблю я его. Хочу видеть, слышать, быть нужно ему. Зачем? Для чего? На первые 3 года мы встретились, встречались. Где-то по месяцу и перестали общаться. Почему? У него такой характер, что притягивает и одновременно, будто показывает, что ты ему не нужна. Ну то есть мужчина не хочет быть зависимым от отношений, не хочет нести ответственность за отношения. Притом не словами и не поступками. А как? Тогда? Как он показывает? Вы ему не нужны? Не важно ли это случайно... Мысли не важно ли это случайно интерпретации того, что происходит? Два года не общаемся, я был одновремен от него, послал, сказал мой немой, а потом когда понял, что ребенок его... А как он понял, как он смог понять, что ребенок его... Я уже сделал оборуд. А не потому ли он вам сказал прости, что вы сделали у него оборуд, и что он, увидев, что ребенка больше нет, решил просто вас вернуть. Просто потому, что ему с вами удобно. Просто потому, что ему с вами как комфортно. Вот. Далее. Значит, так. Год назад. За то, что я его лягоньку ударила по лицу, ударил меня с кулака. Это, значит, ну, это не уважение к вам, это принижение вас, обесценивание вас. Часто за первые три года меня предавал, а потом лет, и каждый раз, говорят, что понял, как дебилом был. Ну, а вы почему прощали-то его предательство? И вообще, что это было за предательство? То есть, человек, человек, он как вообще, ну, обосновывал, да, обосновывал свое предательство? Как он с ним обосновывается? Если раскаивался, то это не предательство. А если, наоборот, ты раскаивал, то это предательство и нежелание человека издравлять свои ошибки, корректировать их. А если не раскаивался, и просто потом возвращался, то это значит, что у него есть свой интерес, и он вас просто использует, опять же, для себя. Вот вы говорите, что я не думаю, что он меня использовал, ибо я маленькая, но он с вами встречался, он же женское внимание и женскую ласку от вас получал, и секс у него был, значит, использовал. Я говорю, что ему приятно там со мной общаться, вот это и есть использование, что я не так мыслю, как наэровизм. Вот это и есть, в принципе, использование. В общем, ты человек, я старень, имя Дванголя, и сейчас я думаю о нем. Вот значит, вам нужно его деидеализировать, деидеализировать и, собственно, определить, почему вы о нем думаете. То есть, что это любовь, это вряд ли. У вас не любовь, потому что вы думаете о нем, вы хотите быть с ним, а в действительности ситуация такова, что вам нужно, если вы любите, вы бы желали ему счастья, а желание счастья, это совершенно очевидно, что не совместимо с вами, что он вас все время бросает, он вас все время предает и так далее. Кроме того, любящий человек, как правило, обладает некой внутренней гармонией, вот, внутренним балансом, а вы позволяли ему себя предавать, и даже бить себя позволяли, что вообще неприемлемо. Вот вы и подумайте, почему вы, александрант, он вас ударил кулаком, да, а вы все равно продолжаете о нем думать, вот. То есть, то есть, либо страх, оставшись одной, из-за чего он минутен второй мужчина, либо это кто-то из детско-родительских отношений, либо заниженная самооценка и неуверенная в себе. Вот. Ну, что-то из этого в любом случае есть. И я думаю, что в зависимости от того, какая именно у вас проблема, нужно будет с этим поработать, обязательно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.